МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эферы программа «Новина региона» у студии Алена Милишанкова. Витаю вас с сегодня у выпуску. У Могилёвина проспекте Димитрова горели одразу три автомобиле. Самый масштабный выпускный вальс танцуют 11-классники Могилёва 30 мая. Проект мастачки Ларисы Журавович крочит по Могилёвщине. На 31% вырос товара оборот по меж Москвой и Республике Беларусь в первом квартале 2017-го, когда порауновать с минулогодним периодом. А подвыбаки меркуют, что такую тенденцию треба не просто захавать, а полепшить. Про это говорили подчас сустреч рабочей группы по координации у взаимодейния Москвы и Республики Беларусь, которая прошла в Могилёве. Москва затекавлена у развития внешней экономичной деятельности с Республикой Беларусь. Узаемный оборот Беларуси и Российской Федерации за опушнее пять год склау более за 25 миллиардов долларов. Для Москвы Беларусь один из самых важных партнеров у внешней экономичной деятельности. 10% от того, что импортуют москвичи, поставляют беларусские партнеры. Так с початку года значно взросли поставки у Москву беларуских автобусов и троллейбусов и иншей техники. Есть предложения беларусской стороны по поводу поставки лифтового оборудования, есть по поставке коммунальной техники. И вот это четвертое заседание рабочей группы, оно позволяет решать все проблемы, те вопросы, которые возникают между отношениями Республики Беларусь и города Москвы. Удельники сустречи наведали могилевские предприемства и обмерковали перспективы гандлёва экономичного супрацовництва Беларуси и Москвы. У приватности у сферы машинобудования и транспорту, будовництва. Дарычи, Москва затекавлена в допомозе наших специалистов, и это уже новый этап супрацовництва. Москва продолжает активно развиваться в южном направлении. Мы реализуем грандиозный проект строительства новой Москвы на территориях к югу от исторической Москвы. Поэтому объём работы просто гигантский. И я думаю, что минские инженерные специалисты, минские проектировщики, минские компании, не только Минска, но и других регионов Беларуси, будут крайне востребованы. Беларусский союз жанчин и союз жанчин России стали ближе один до одного. Погоднение помеж этими организациями подписали Могилёвское и Тульское в области. Жанночье межрегиональное супрацовництва, теперь отрымая новый импульс для развития. Здравствуйте. Здравствуйте. Делегация с Тулы не с пустыми руками. Это фото для жанчин знаковое. И оно было сделано подчас подписания погоднения помеж Беларусским союзом жанчин и союзом жанчин России. Есть на импульсовницы и Могилёва, и Тулы. И хотя гэтые гости у городе на Днепры у першыню замоцовать свои намеры вырошили одразу подписами. Погоднение об супрацовництве региональных организаций да поможа уожицявлении целых ашерогу проектов. Их наметили подчас цеперешней сустречи. Когда есть дружба, когда есть доверие, когда есть уважение, это всегда является залогом партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. И развитие регионов, развитие страны в целом зависит от активной позиции каждого из нас. Мир, здоровье, семья, сяброуство – жанчины заужды стояли на заховании основных каштонностях громадства. И в этих импненях створать разом только на корысть. Уразила гостей наведывание Могилёвской областной детячей больницы. Одразу заплановали обмен специалистами стажировки. Мы заметили, какие высокие технологии. Вот я сегодня просто восхищена. И мы наметили планы дружить нашими областными больницами детскими. Будем как брат и сестра две больницы находить то новое, перспективное, чтобы развивать дальше. То, что мы подписали сегодня соглашение, мы подписались под тем, что мы будем делиться лучшими достижениями, и мы будем делиться лучшими идеями, чтобы, может быть, какие-то рождались новые законопроекты в рамках союзного государства. Ясчай домовилися организовывать суместный кермаш. Под эгидой обо двух союзов жанчин первым разом он пройдет в Туле. Сустреча оказалась, как никогда, теплой и пяшотной. Без подарунка не застався ни водный у тымлику и журналист. Знакомитый тульский перник отрымал кожны. Олесь Рыбалка, Александр Тарасов, Новины Региона. На Бабруйской Белшине начали выпуск самых великих шин у свете. Они призначены для комплектации самозвалов особливо великой грузоподъемности до 450 тонн и в первую шаргу для карьерной техники Белаза. Будут улику покупников и замежная компания. Попыт на такие шины у свете повеличивается. За сутки празгеты миксеры проходят до 100 тонн ингредиентов, будущей шины. 9 старых агрегатов заменили на 4 сучасных, что дозволили повысить продукциейность. Да и размеркование техничного углерода в ГУМе теперь омаль, что идеально. А это означает, что сношиваться шина будет меньше. Ввод в резиновую смесь кремнекислотного наполнителя, либо, как называют его в народе, силика. Данный наполнитель позволяет значительно снизить теплообразование шины при ее эксплуатации. Что касается легковых грузовых шин, на то, в свою очередь, лучшее сцепление шин с мокрой поверхностью. Белорусские конструкторы створили зусим новый продукт, який не соступая замежным аналогам по якости, и запустили у вытворжесть самые великие шины, диаметром от 57 до 63 дюймов. Два пресса вулканизационных, вот находится один и второй пресс. Они служат для вулканизации шин с посадочным диаметром 57-63 дюйма. Производительность пресса 57 дюймов, две штуки в сутки. То бишь, можно посчитать, что за трое суток мы делаем два комплекта шин для автосамосвала БелАЗ. Дареши конструкция шины и технология ее вырыву, полностью распроцовка специалистов Белшины, и з'является ноу-хау предприемства. Буквально через 2-3 месяца мы должны будем собрать самую крупную в мире шину, это с посадочным диаметром 63 дюйма, на заводе крупногабаритных шин. То это производство цельнометаллокордных шин, индустриального назначения, с посадочным диаметром 25-29 дюймов. Это вся индустриальная техника, строительная техника. Зараз рыхтуются до модернизации завода массовых шин. Тут планують выпускать у тымлику и шины для грузовиков. Дареши за три годы удалось запустить усеренную вытворжность, каля 70 новых типа померов шин. Про их ведают и набывают у 75 краинах света. Тепер и у Китая. Андрей Шуляк, Андрей Ястребов, Новины региона. Одразу три автомобиля горели у Могилеви уношу с понеделка на уторых. Поведомление про пожар на проспекте Димитрова поступило на спецлинию 101 Угадину 05. Коли выратывальники пробыли на место сдарения, машины горели открытым полами. Их господары знаходились и на улице. Специалисты меркуют, что пожар мог отбыться за короткого замыканию провоции одной из иншамарок. Святочный брат у гонор святого Миколая Цудотворца, тей летнего Миколу, прошел вез заходы Школского района. Тут теперь будуется пригожая церква у гонор этого святого. Православное лечит Миколая старейшим сярут усих святых и особливо милосливым. У гонор его называют дятей и будуют церквы. Новая церква на Школшине открыется этим летом. Хотелось бы в августе, конечно, сдать, чтобы люди уже начали ходить на службы, которые будут проводить священник здесь наш. Церкву у гонор святого Миколая в Школшинском районе, где злились заходы иудакимовичи, начали будовать в летом лепени. Будовля, дорогая, интернациональная. Французы, молдаване, белорусы, званы дослали россияне. Такой алгульной славянской толокой менее чем за год поставили два пригожие дравляные будинки – саму церкву и званицу. Причем яны узведены на месте, где уже калисце была церква. Но раньше называлась она Ильинская. И всегда были кермаши на праздник Ильи. Люди собирались со всех деревень, приезжали, что-то меняли, что-то покупали, что-то делали. И, естественно, ходили в храм и благодарили Бога за все, что есть. Ту Ильинскую церкву знищили за советским часом. Потом тут была школа, а вот теперь на самом узгорку, який добра бачны за автотрасы – новая церква Миколая Цудотворцы. Минавито в гонорах этого святого пожадал у звести храм шкалаучанин Миколай Грышкун и выдатка у нагыта своей сродки. Я пришла и просто с замиранием духа смотрела на величие этого здания. И очень еще раз хочу поблагодарить от имени всех, кто здесь присутствует, что мы наконец-то имеем такое величественное здание – храм. У храма где ближайшим часом пошнется работа над внутренним убранием, у туль на пахне хвои, а вось образок по культурке один – Миколая Цудотворцы. Святой очень великий, очень почитаемый в народе. Вы сами видите, что народ всегда его почитает. Сегодня во все храмы богослужения всегда много народа на этот праздник. И поэтому действительно это очень благое дело, не только какое-то личное, но это дело общественное, не только для себя, как поэзии. Но это дело, что самое главное, что человек ставит в основу этого процесса – это то, что храм строится для людей. Людей, которые пришли отзначить день святого Миколая, у першиню запросили зайти у храм. Служба короткая, а левясковцы упрышло шмат. Тем более, что у мясовой сельской господарцы прадраджение церквы Марли десяток годов. Места намоленные. Думаю, что Бог будет нам помогать тоже. Все эти убирают. Все эти убирают, да. Но в церквах это и новая мясовая соловутость, где будут споняться вандровники и доброе место для всех селян. Будут видеться в храме так, что в деревне. Сидят в своих домиках, никуда, ничего. А так, посещая храм, видят друг друга, молиться в храме. И появится и добро, и добро будет. Ну а на летних Миколу мясцовый народ просил для себя и для людей мира и здоровья. Илона Иванова, Александр Тарасов. Новины региона. А мальше с половой тысяч 11-классников в Могилёвшине селит развитается со школой. Так, выпускное свято в Могилёве сберет старшеклассников 30 мая на площадь Славы. Организаторы обещают эстрадный флешмоб, творческие майстер-классы и самый соправданный выпускный баль, где безумовно головным танцем станет вальс. Гэта группа 11-классников 30 мая так само будет вальсировать на площадь Славы в Могилёве. Репетиции разбили на этапы, так простей вывучать танцевальное па. В вальсе задействованы около 150 человек. Ребята занимались не один день, разумеется. Занимались мы около трёх месяцев. Было, к сожалению, не так много репетиций, как хотелось бы. Но была вложена в социальной сети видеозапись, где ребята сами готовили, сами занимались, репетировали. Все очень ответственно отнеслись к этому вопросу. И результат налицо. Надеюсь, на всё получится. Школьный вальс – як символ опошни и развитальной линейки. Замзвязано шмат сентиментальных успоминов. Кабьяны застались они забылными, сёлит-организаторы задумали объеднать выпускников областного центра. Танцевальные пары выбирали у школах Могилёва. Четыре месяца мы танцуем вальс. Ну, это раз в неделю или каждый день вы занимаетесь? Два раза в неделю. И сами между репетицией занимаемся. Не только вальс, мы и так пара уже давно, как бы, семь месяцев. И её я поддерживаю. То есть с ней я пойду куда угодно. Даже танцевать вальс? Да, даже танцевать вальс. Мне понравилась идея с вальсом на 30 мая, ну и мы решили согласиться танцевать. Долго пришлось тренироваться? Весьма да. Мы почти каждый день тренируемся по уроку по два. Видово, что школьный вальс не покидает никого об Яковым. За репетицией вышли надзирать мясовые жахары, сдымали на телефон и просто подтанцовывали. Организаторы выпускного балюс подзяются, что и 30 мая уся площадь славы затанцуе. Мы хотим, чтобы в конце все участники мероприятия станцевали один общий мальчик, чтобы вся площадь звучала вальс, и все они начали танцевать. Это будет красиво, масштабно, интересно. И, наверное, мы вернемся к такому понятию выпускного балла. Именно бал большой на Советской площади в честь 750-летия города Могилёва. До речи, подчас свята на площади славы будут проводиться и мастер-классы по разных темах выпускного, по тем лику и по танцах, где обещают научить основным крокам вальсе. Катярина Городницкая, Александр Тарасов, Новины региона. Арт-проект Мастачки Ларисы Журавович крочать по Могилёвской области. У 15 районных музеях выставлялись ай-картины напереде, остатние районы и выставы у Могилёві и Минску. Майсер показывает самые дорогие сторонки своего життя, а так само простых людей и вязковый быт, повага до яких, на ее думку, заслуговывает отражение. Об творчасти, любви и самой звычайной глубинцы. Так назвала свой выездный арт-проект Лариса Журавович. Мастачка, якая родом с Бялыничоу, и мкнеться раскрыть перед глядачом прыгажусь и неполтурность звычайного, поседенного життя везки. На картинах «Серые весенние дни» можно побачить гармонию, якую дает человеку житёва взаимосувязи с природой, праца на земли. Можно отчуть себе неадъемной часткой ладу життя, який складывается с тагодзями. Так до прикладу сюжетами для Мастачки становятся копанья бульбы, пасевная, нарыхтока дроу. Усё тое, что было узнаемо с дятинства. Мне эта вся работа знакома. То есть мне не приходится ничего сочинять. Я пишу ту жизнь, в которой я живу, и стараюсь её донести поближе. И, конечно, я хочу вызвать любовь и уважение и к земле, и к труду на земле, и к простому человеку. Мне кажется, они незаслуженно немножко забыты, остаются в тени. Прикладно, семь десятков картин Ларисы Журавович вандруют по музейным коле Могилёвщины. Утым лику и серые портретов земляки. Особливо приемны для Мастачки, коли герои картин сами ж приходят на выставу и бачат себе. Наступный такий шанс выпаде Жигарамбыхова. Выстава запрацуе у райцентры 26 мая. А на этом я с вами развитвуюсь и ожидаю только добрых новинов. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин